Фэн-шуй, чуваки, слава лизардией! Сегодня я проведу новую рубрику, которая называется Готовка в лизардии Вообще у нас давно уже эта рубрика существовала Она называлась Лизардическая кухня А, ну да, у меня своя тут рубрика Да пофигу, давай Готовка с кошкой в лизардии Да, кошка будет сегодня готовить Сегодня будем готовить пиццу, да Для начала мы берем вот такую основу для пиццы И кладем ее в микроволновку, чтобы заморозить Зачем это надо делать, да? Потому что она очень жесткая, только что из морозилки И не пофэн-шуй, но такой готовится, конечно Да, что ж мы будем с ней еще делать сегодня? Пока она готовится, я пока порежу вот эту вот фигню Так, это у нас грудинка Блядь, тут у нас тупые ножи Я еще Это конкретно этот тупой нож Ты просто не знаешь мои ножи Эти я точил А почему ты не все будешь? А вот тот я не люблю Он у меня нож урод Знаешь, это нож урод, я его не точу никак Глупый ты вообще Потому что я его купила, да? Да, это не мой нож, да Я вообще хочу себе нормальный нож Это все говно На самом деле он хороший нож Не сказать, что хороший, но за 100 рублей в принципе Да говно это Хороший за 100 рублей Да уж Могло быть и хуже Режем мы такие вот Нет, бывают ножи, которые за 100 рублей и они хорошие А вот этот к ним не относится Он мне Ну он мне вообще не нравится Ну просто тебе не нравится, ты ему велишь предобеждение И вот это вот изъебство Мне излишнее, да И оно, знаешь, оно выглядит Ты его делаешь плохим Я тебе объясню еще, почему он плохой Вот это вот покрытие у него Оно, ну, блядь, я не знаю Нахуя оно вообще нужно, то есть, объяснил Мне прям захотелось вытащить его и доказать тебе, что это хорошо Ну, поточить-то ты можешь, что угодно Я не говорю, что не знаю, вытащить Ты точишь, блядь Ты понимаешь, что ты можешь, точишь, яблажок, но и неправильно Как вытащить? Ты глупая, да Ты глупая, что ли? Вот кошка, вот смотрите, как Вот почему у нас все ножи тупые Оказывается, кошка просто и потахла Я их не точу никогда вообще Блядь, ну ты глупая, что ли? Реально, вот, ну, чуваки, ну, называется чуваки Пиздец Ты пиздец, кошка Это я его еще не потащила Смотри, он уже отведенный Ты че ебнулась так-то, че то, что... Вот, поснимай, дай объясню Дай объясню Да подожди, дай я его сама наточу Ты понимаешь, что ты против лезвия точишь? Ты, блядь, во-первых, ты пиздец тупость Кошка, ты делаешь полную хуйню Во-первых, ты точишь на себя лезвием, блядь Я инвалирую это все Это, во-первых, во-вторых, ты точишь неправильно вообще Просто пиздец Ну покажи, хорошо Это невозможно так-то... Хорошо, как ты Так тупо... Ну, блядь... Давай, давай, давай Правильная заточка ножа Во-первых, надо его смочить Во-вторых... Смочить... Поставишь... Смочить... Он тебе хуй, что ли, чтобы его мочить? Перед трением Во-вторых, это делается так А не так, как ты вот показала на себя, блядь, лезвием Это, во-первых, небезопасно Во-вторых, ты его сбиваешь заточку таким образом Он, блядь, не так точится Вот 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 как он точит Вот тебя Ну вот эти часа в ножи, хорошо Точи Ты сам все подточил Ну, ты его, конечно, засрала Я не засрала Этого самого Ты засрала ты его Пиздец у нас на кухне срача Подожди, чё? Я хочу попробовать заточку, блядь Да он не мытый Сначала помой его, а потом... Пиздец Пиздец у нас готовка, короче Вообще Ммм Да уж Давайте проверим, на сколько он заточился Близзардил Нормально он заточился, да? Ну, на... На вот этой-то хуйне Чего угодно покажется заточено Да, на мясо А вот на асыре Вот уже вопрос другого Тебе, да, на сколько он заточил? Блин, ну мы пипцу готовим, а не это Нет, ну мы ее готовим, но еще и Заморачиваемся с ножами Нормально Да, и видос еще снимаем С нормальностью На, держи Нормально, да Теперь я продолжаю резать мои ингредиенты Теперь мы берем перчик Так, еще раз Так, еще раз Побоим Потому что он сейчас не умеет мыть Я не умею, да Мыть перец Не умеем мыть его Смотри, как офигенно стал резать Вообще Конечно Хороший нож Отличный нож вообще А ты говоришь Штухуновый нож Да вообще офигенный нож За 100 рублей вы ее лучше не надейте Это твои предупреждения Твои вот эти за три косаря Это хуже Ну Он Во-первых Не за три косаря Набор был Два косаря Вообще Полтора косаря он стоил Набора Вообще Предвзятое его недооцениваешь Это Твое предвзятое мышление У тебя очень часто Предвзятое мышление В том числе Например в музыкальном аспекте Часто ты затираешь Какие-то группы Услышав там одну песню И сходу Начинаешь затираешь Да, я полон предубеждений Абсолютно Тупых Да, например Что дешевые ножи Говно Мне нужен из Этой самой Дамасской стали нож Короче Вот Чтобы не менее 27 слоев там было Вот стали Вот Марки Марки Особенные Магические Вообще Кстати вы знаете Что дамасская сталь Она магическая Вот И еда Которую вы нарезали Дамасской сталью Она вкуснее Ммм Как у нас дела Вот С вот этой вот основой Да Теперь мы берем Вот что Нам надо кстати Покупать оливковое масло Кончается Да Задонайте нам денег Пожалуйста У нас заканчивается Да А вот это Ты кстати нахрена так делаешь Сейчас Помнишь мужик так делал Какой мужик Мы смотрели про пиццу А ты знаешь что размашка Да Я знаю Не этой Сейчас Была другая Вот хуйня специальная Да не лопаточка Кисточка Как она называется Есть инструмент Специальный Да Действительно Не забываем Про фуншуй И вот фуншуйные инструменты Для кухни Они нужны Чтобы делать фуншуй О чем мы кстати До сих пор не прогрели Нашу печку Да Потому что вот этим бы надо заняться Вот в прошлый раз Кошка готовила пиццу по этому рецепту Но Там все заеблажупило мясо Ну да Которое оказалось что недостаточно Вот с этой этой штуки поаккуратнее Она как ебануть может Знаешь Да Не знаю Да Так Ну да Мясо то я конечно переборщила Все таки тесто Оно Да Суть в том что Накидарила Блять слово как Накидарила мясо Которое Сырого Да Которое долго очень жарилось И поэтому тесто все уже стало сухое И еблажокное Да Контур фуншуй произошло Так Теперь у нас идет Томатная паста Да Я добавила итальянских трав О Кстати про Италию У нас же сегодня итальянский день Мы еще сделали охуенный суп И кстати Напишите в комментариях Интересно ли вам посмотреть Рецепт охуенного супа Полизардический Томатного Да мы вот Подсели вообще пиздец На этот суп И мы его едим С абсолютно разными Штуками Вот С разными модификациями И охуенно просто получается Прям мой любимый суп Сезонный суп Сезонный Да я вообще обычно Не жму супы Вот Но вот этот суп Он прям какой-то Это самое И гермес тоже Что-то вот Гермесу нельзя Гермесу нельзя Вот Размазываем Надо обязательно Полностью Равномерно Аккуратно Размазывать Не спешим никуда Так еще дергаешься Это сам А? Не спешим Называться никуда По-моему Пиздец спешим А мы опаздываем Нет Это просто движение Это ворстимое У меня своя Дерганая Да Чем больше дергаешься Тем лучше размажешь Это все Качественнее Надо много усилий В это вложить Мастерство Должно быть Дальше Мы тонко нарезаем Помидорчики Ах Ладно Ничего Я как-нибудь куплю себе Нож из дамасской стали Я тебе покажу Как режутся Ты потом скажешь Что вот это говно Конечно Ты вот точно скажешь Блядь Потому что все таки Ну Да Нож из дамасской стали Он магический Конечно Понимаешь Магии в этом нет Нихуя Так А теперь А теперь Нож из дамасской стали Он магический Все таки кладутся Не знаю про дамасские мечи Хуйню рассказывали Правда? Угу Кладутся А там по моему Рассказывали Какую туда хуйню Что типа мечи Из дамасской стали Они Не только типа Прочнее Хотя кстати Тут Я не помню Вот в этом ли там Прикол Ну типа Они как-то дополнительно Увеличивают там Мужскую энергию Вот в плане войны Ну типа Ну Типа Блядь Я не знаю Какие-то такие суеверия Вот Военные Я слышал по поводу Дамасской стали Что она Типа Не просто Для качества Она еще и Какого-то Для какой-то магии Короче Наверное скорее всего Для такой Мечистой Военной Для чего нужны мечи Явно не магия любви там Ну конечно И не магия там Денежная там Какая-нибудь И не магия пиццы Даже вот Да Так Следующее Что мы кладем Это вот эта вот Всякая нарезочка Пицца-то будет жирная Да Мы хотим Жирную пиццу Чтобы обожраться Вот у меня сегодня Прям вот Сегодня Сегодня просто Это Слишком мало Мяса ели Называется Поел вегетарианской еды Да Как ашаза Вот Мы заебали Кормить травой Так Ну я думаю Хватит Да А то не симметрично Будет Перекладывать Уже Некрасив Да Так Дальше Сальчичон идет Вход Разлежит ли твой нож Вот эту вот хуйню Так же легко Как мой самура Давай проверим кошка На Поснимай Ну вот Ты попробуй свою Вот эту хуйню разлежь А я самура разлежу Вот Это как лунок блять Телекланирующий Левучий самур Вот Вот Ну дай покажу Поснимай Поснимай На Поснимай Имеется ввиду что Вот Нож Да Сможешь так же сделать Блять Нафиг А Хорошо Давай Ты сможешь так же своим ножом Вот своим хваленым Охуенным Синеньким За 100 рублей Ножом Сейчас посмотрим В чем проблема Ну это у тебя получается Менее фэншуйного Менее фэншуйного Менее фэншуйного Менее фэншуйного Ну все получается Поэтому Получиться Это может блять и пальцем Но Нет не пальцем Что более фэншуйного Вот вопрос Аня Какой же самура Но самура Вот этот маленький то он говно Он не для того чтобы Им вот это резать Понимаешь Он для того чтобы Отрезать что-то маленькое От чего-то маленького Да Вот Что ты орешь Успокойся Сейчас Сейчас ебнется все Мироздание От этого случая Так Это гермес Гермес Вкусняшки Да Уж он Мюхастый Так Вытаскиваем все Чеченок Да Прям целую Батарею Да Сейчас посмотрим Так Ладно Ну получается уже как из ресторана Как вот Да Такая сервировка Ах Гермес Убрать Да Вкусного Да Хм Устроился Ждет пока Упадет Что-нибудь Так Не дождешься Да В этот раз есть чему Падать то вкусного Действительно Хм 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 Хочет жрать собачка Вот Так Мы это заполнили Дальше у нас идет Немножко лука Да Как думаешь А это у нас А вот не знаю Ты сегодня готовишь Я вообще не лезу Сейчас я Друга Да А помнишь Мы в ресторане Видели что там В этой зелье Не кладут прям Овер бы хуя Вообще Сверху Причем такими Кусманами Здоровыми Нельзя Хубашоу Гермес Однаглая Собачка Нельзя тебе Плохой Плохой Гермес Как же он любит Колбаску А Кстати Сегодня я попробовал Еще взять Волчок Называется Хуйня На Кермес Похож Со вкусом Арбуза Охуенная штука А это Бухло Которое мы выпили в течение некоторого времени У нас весь запой начался с того как мне подарили вот эту вот штучку У нас не гигали правда тогда он не начался Мы только за 3 месяца один этот джин выпили А в ноябре наверное мы начали каждый день бухать Ну все таки с него все и началось я считаю потому что как только вот тогда его подарили я завел себе привычку вот так же бухать это называется вот меня дико сбухало джин у меня прям какой то запой начался вот это в последнее время это пиздец Джек Дэниелс Джек Дэниелс Баллистер Баллистер Пробули Ермейстер Ральмека Это еще не все многое Это просто Да Объясни А нахуя мы Собираем эти бутылки Вот Объясню В чем сакральный смысл этого литра Я хочу их порисовать Знаешь они некоторые такие красивые Я оставляю специальные только красивые Бутылки И возможно я сейчас засяду именно за рисование всяких натюрмортов С бутылками с бутылками Вот это интересно Натюрморт с бутылками Может потом пойдешь работать К художникам в магазин бутылок Хочу на этом потренироваться Потому что когда я училась в своем художественном колледже Мы постоянно всякие такие интерморты рисовали, это отлично прокачивает художественное вот это вот мастерство, на самом деле. Просто рисовать простые вещи. А с цирком мы резать будем, кошка? Да, блядь, пока мне. Я камера. Я не понимаю все делать, понимаешь, у меня тут это и все. Давай я порежу эту хуйню, если тебе не вложу. Нет, лук надо мне порезать, потому что ты его хуево режешь. Я хуево, я его вообще неправильно режу с точки зрения кошек. А, что я этим твоим ковем выложу? Сдержь своим охуенным, да. Он мой охуенный, да, вообще он просто мега охуенный. А давай продадим этот нож. Он такой охуенный подписчикам за тысячу рублей. За тысячу, конечно, да. Продается этот вот нож, он супер охуенный, аукцион, да. Начальная взгляд, тысяча. Кстати, нам гондоны еще надо продать, там люди спрашивали. А, спрашивали? Да, мне просто лень пойти их выложить на авито, настолько я обленился. Зачем на авито, мы же близзардин хотим. А, дело в том, что их надо выложить на авито, чтобы по контакте... А, блядь, у меня многоходовочка. У меня многоходовочка, блядь. Вы что думали? Я думаю, есть какие-то уже претенденты? Да, да. То есть, уже, блядь, да, за 600 рублей один товарищ уже изъявил желание. Да, почему бы нет уже. И вообще, надо было изначально на авито выкладывать, потому что... А, чё, блядь, чё бы и не купить, действительно, хорошие гондоны, вот... Да, выгодно. Да, выгодно. Сразу до хуя. На всю семью. Детям школу давать. Детям школу давать, да. Каждый день на завтрак, типа, вместо денег, да? Да, вместо денег. Да, вместо денег, да, пожалуйста. Да, просто была смешная ситуация, когда... У нас тут фура с гондонами перевернулась. Перевернулась. Смотрите про это видос, короче. Вот. Теперь мы это посыпаем. Или... Да. Кстати, если вам интересен видос про наши таблетки, вот дайте нам об этом знать. Мы всё хотим про эти таблетки что-то снять. Просто непонятно, а вам это надо вообще или нет. Так что пишите в комментариях соответствующую информацию. Да, ну и что ты там делаешь-то? Сейчас я всё это украшаю. Теперь нужно сыр потереть. Сейчас с этим ты будешь заниматься. Да. Так, ну, это всё достаточно. Теперь твоя очередь. Давай, снимай меня. Так, ну что, поехали. Сыр надо. Вот такая вот пицца у меня получается. Кошачья пицца. Надо вытирать этот цвет. Так. На большой, наверное, тёрке. А это что за марка сыра? Это моцарелла, типа? Так, ландерс лёгкий. Нет, не моцарелла. Это просто лёгкий сыр обычный, нежирный. Ну, он похож на натюрелла. Или как он там, натюрель? Или как помнишь, который Ваня любит? Который мы тогда жрали. Не помню, редко мы его едим. На то он как-то начинается. Разве на то? По-моему, натюрелл какой-то. Не знаю, что-то типа того. Не, не так он называется. Нейчерл, это палочки так называются. Да нет, есть ещё сыр какой-то такой. Так, не много ли, вот, может быть, всё? Мало ли. Или мы хотим? А ты попробуй, знаешь, всегда. Да это мало. Доложите, чём всегда успеем. Может быть, да, примерить. Может, там на вторую пиццу вообще. Может быть, да. Потому что это, можно это распределить так, что будет, в принципе, нормально. А что, куда ещё-то? Тут на две пиццы. Вот, видишь, отлично. И, в принципе, и больше не надо, реально. Даже избыточный. Мы ещё оливки хотели. А, да, нафиг не хочу. Ну да. Давай без них, да. Хотя можно было бы. Как будто бы сюда ещё что-то не хватает, вот. Думаешь, не хватает? Ну давай оливки. Стоп, хочешь, я не очень... Или вообще оленины. Вот мы можем эту самую оленину, но потом. Нет, это будет хуйня полная, да чё. Да и так тут офигенная пицца, блин. Да, кстати, если вам интересен видос про оленину, мы тоже сделаем. У нас просто завалялась вообще мега охуенная штука. Это просто... Вот вы думаете, ну тушёнка, да, ну... Ну чё тут может быть интересного? А это пиздец вообще... Это охуенная тушёнка. Теперь нам надо сделать главное, а не идём на чё он. Да. А как ты это сделаешь, подожди? Я её так её положу, я точно. А, ты так уже делала? Да. Это очень важно. А вот ни хуйню ли ты делаешь, подожди. А как её, в смысле, на эту решётку? Сейчас, погоди, погоди, погоди. Ну я обычно решётки пеку. А снимешь ты как потом? Нормально снимаю. Да, ну давай, покажи, как ты пекешь. Я бы нашёл просто форму и форму положил. А ты замылаешься какой-то еблажопой, да. Форма не влезет в форму. Какую? В латексную, в жёлтую, что ли? Ты это умеешь, или... В латексную может и не влезет, конечно. Ну давай, делай как умеешь. А, ну... А, ну... Вот в этом, блядь, и проблем. Я тебе объясню, смотри, ну, то есть, это надо реально положить на что-то. Или противень, ну, вот дай его на жопу. О, вот в эту хрень нельзя. Нет, в тебе влезет. Блядь, вот это жопа. Так, а где жёлтая? Вот она. А вот в эту влезет? Нет, в эту же влезет. Нет, влезет. Видишь, она уже пробовалась, блядь. Подожди, совместить эти радиусы? Нет, влезет. Это еблажопа. Ну, что ж нам делать, пиздец? Ну, противень может тогда. Противень грязный, для тебя уже горящий. Да, пиздос. Еблажопа. Слушай, а нельзя на фольге там, например? Сейчас, тут ещё есть противень. Наши помойки. Наши помойки. Да, это супер говно. Ну, начинается трэш, чуваки. Вот, вы-то дождались, чуваки. Начинаются трэшовые моменты, короче. Которые все... Что это делать? Блядь, может в сковородку? Помнишь, была сковородка? Давай. Не влезет в сковородку? Она нормально, ты? Часто? Да, я уже так делал. Я, помнишь, последний раз пиццу готовил? Хорошо. В сковородку. Может, дай я сделаю, а? Давай. Поснимай. Только она немножко рваная. Сейчас. Я, блядь, знаю, что с этим делать. Масло не надо? Нет. Так, ты меня заставила об этом задуматься. Подожди, стоп. Ну, смазать, наверное, бы стоило. Тут немножко, да. Сейчас я уберу эту. Да. У меня только другой вопрос. Она влезет? Да влезет она. Ну, так хуёво. Она, конечно, влезает, наверное. Да, давайте проверим теоретическую возможность этого события. Вот просто у него и сумел. Измерить. Не, ну, знаешь, даже она, если будет немножко вверх, встанет просто края, и все. Ничего страшного. Давай смазывать. Так, у нас операция смазка. Где я? Вот, вот. Вот она. Так, и нам нужно смазать. Я так не положу. Ну, я надеюсь, всем нравится. Это формат нашего нового шоу кулинарного. Это мы уже 24 минуты, блин, снимаем. Ну, ничего страшного. Может кому-то делать больше нехто. Только смотреть, что делать-то. Ну, что ж, а у нас тут спецоперация. А как же ты собиралась это голыми руками снимать вообще? Обычно у меня получается, когда она не такая же. А, снимать? Да снимать ее легко. Ее просто кладешь тарелку под низ. И она, и двигаешь ее. О, ништяк. Смотрите, нихуя себе. Вот это совпадение размера, да. А я вот это все размазал уже, да? Да нормально все. Да, все нормально. Кладите перевер. А где? Ёбаная вот эта хуйня. Сейчас. Технику безопасности нужно соблюдать. Поверь на место. Ну, что ты все раскидываешь? Так места у нас тут нет, блин. Ура! Ура! Я все раскидал, короче. Я только убираюсь. Хожу за веще. Я, конечно, такой. Блин, молода умный. Давай, давай. Спекаем. Томатская температура вообще. Да ты не ставь так. Так, короче, давай прервемся, когда она сготовится, да? Да, тогда и продолжим. Маза фака. Ждем некоторое время. Фэншуй. А пока печется пицца. Она печется. Кошка меня попросила рассказать что-нибудь. Вот рассказывай что-нибудь. Хуйню называется. Вот. Ну, сейчас она уже скоро, блин, будет готова, наверное. У-у-у, какие штуки. У-у-у. О, кстати, можно такую заставку снять для стрима. Выглядит, в принципе, так, как будто бы... Хуй поймите, что это вообще? Может быть, все что угодно. Абстрактная картинка. У-у-у. Пицца, пицца, пицца. Ну, в принципе, наверное, она уже подошла. Подошла. Мне кажется, нет уже нужды ее там вытрачивать. Нет, все-таки основа. Она, по-моему, дольше должна. Сейчас даем, почитаю. Что на ней написано. Я уже вижу, что она какая-то такая подогретая. Так, смотри, вы свороете. Значит, так, на поверхность выложить начинку. Разогретую духовку. Выпекатель в температуре 180-200 градусов 7-10 минут. В прошлый раз мы пережарили, так что вот, а градусов у нас дохнина. Нет, я говорю, в прошлый раз я полчаса ее готовила просто. Ну, ты тогда, да, пиздец. С мясом с этим. Ну, знаешь, я еще вижу, что сыр-то не очень расплавился. Надо, наверное, просто по сыру смотреть. Надо было, блин, засекать время, конечно, но, по-моему, 10 минут точно еще не прошло. Да, все-то у нас через жопу, у нас Сатурн в изгнании просто какой-то сегодня. Ну, ладно, подождем еще. Поехали. Итак, снимание, пиццы. Вы почетите, что делась бред по глотам? У нас еще что-то пропадает. Сейчас крышку от масла потеряли. У нас теперь посуды, все. Так, ну, чуваки, что можно сказать? Вот она, наверное. Сейчас мы ее расположим здесь. Вот, блядь. А-а-а-а-а. Это так егложопно. Опа. Вот она. Ну, включай духовку. Ну, да. Наверное. Надеюсь, что она не понадобится. Да. Причина для того, что мы пиццу там не прожарили. Может, не понадобится. Ну, что, давайте ее выборим. А, подожди, может, я ее... Подожди, дай, я хочу попробовать ее вот так сначала. Повешаю, только вот с той, стой, блядь. Насколько она? Ну, что ты вот по этому критерию поймешь? Пойму что-нибудь. Ну, какое-то оно, мне кажется, может быть немножко... Это так не проверишь. Это резать ее надо, чтобы... Но я не буду ее резать на сковородке, поцарапываю сковородку. Выкладывай. Блядь. Получит все нормально. По-моему, получилось идеально. Давай возьми эту хуйню. Давай валиком проедемся. Кусочек маленький отрежь сначала, попробуем. Хорошо, давай. Насколько маленький? Прям вот такой? Ну, да, какой-то. Можно было и той хуйни порезать. Не, это удобно. Мой охуенный шеф-нож. Запущу. Так. Мясы нормально все. Да? Ну, давай режь тогда. Раз уж начал своим ножом, это единственный самый нормальный нож во всей квартире. Нихуя, нормальный для пиццы возьми. Поздно. Да не поздно еще. Я хочу этим ножом резать, блядь. Да вот рисунок художественный ломаешь такой. Нет, давай нормально. Знаешь что, давай ты тогда сама покажи, как твой художественный рисунок, блядь. Давай. Да, еще и вот этой хуйней. Но на самом деле не лучше в этом плане. Лучше. Чего он, как твой художественный рисунок. ну да понесли ее давай к столу пожалуй ну чё погнали пицца как ты назовешь эту пиццу давай попробуем сначала давай ешь ну чё пробуем пожалуй запомнить этот рецепт даже лучше чем из пиццерии главное вообще никакого гемора с тестом но мы не скажем какой марки нам не заплатили за рекламу да офигенно получилось просто знаете обычно бывает такое тесто какое-то с 90-х оно было такое не получается когда готовишь из него вообще ничего не получается давно получается а вот это оно как-то так сделано что его в принципе размораживаешь и оно такое более водяничное все равно как-то научились видимо додумались на технологии как это делается да все отличные ингредиенты хорошие просто прям такую пиццу можно было бы знаешь продавать где-нибудь в Крыму бы в ресторане вот такую бы дали в принципе вот недавно вот Белл нас угощала в ресторане там какую-то пиццу делали она стоила там вообще безумно 800 рублей больше и что-то оно все равно похоже на пиццу которая как будто из обычной печки бывает пицца которая вот она явно в какой-то специальной печи делается вот это так и вот сейчас говорят о том ресторане что у них там каменная печь как раз таки воябоны там в этом ресторане может она неправильная там какая-то мне больше нравится вот эта вот которая во всяких как они называются папа джонсах все равно в папа джонсе все равно вкуснее как бы они там не изъебывали все со своей итальянской там печью почему так получается непонятно надо еще одну такую идти готовить потому что она офигенно вкусная кошка молодец сделала вкусную пиццу и художественные изъебайте они тут вполне себе чувствуется да что от этого вкуснее становится именно такого расположения ингредиентов у меня вот грязную глядь чуваки ну ладно пишите комментарии как вам такой формат и ебаная жопа сходите на стримы короче всем пока слава лизарде пока пока